Здравствуйте всем, сегодня на обзоре у нас Lada Priora Автомобиль приехал с проблемой с замком зажигания То есть у человека, когда он вставляет замок зажигания, проворачивается Дальше вообще все проворачивается, то есть тухнет и так далее Сейчас мы поменяем замок зажигания на автомобиле, вот так он выглядит Далее будем прописку ключа делать нового И соответственно после прописки ключа уже и брил-ин Привязку самого ключа, расточку, ну посмотрите, всю работу там видно будет Так, ну замок зажигания уже установил, отрывные болты специально поставил У человека, а то из отрывных болтов сделали обычные болты, пару штук И замок тоже еще к тому же и болтался Сейчас замок четко работает, сидит, сейчас бороду соберем И начнем уже точить ключ, а дальше привязывать Так, продолжим Замок зажигания уже установил, полностью бороду собрал Вот у нас новый ключ Пока еще не рабочий Вот обучающий, типа обучающий, он пустышка Своим ключом, своим чипом обучу сейчас Этот прибор тоже есть у нас, теперь смотрите какой момент Это не оригинальный, скажем так, замок зажигания, аналог Заводим Не заводится Видите, не заводится А почему? Потому что чипа внутри нет, пустышка Вот, теперь поставляю Видите, автомобиль завелся Ключ я прописал Сейчас сам на запуск тормоза Одним словом, придется вот такую же семечку Прописывать в этот ключ Вставлять его туда Вот такие вот дела, короче Поэтому, соответственно, и замок зажигания тоже не такой дорогой Итак, как вы можете видеть, вот я вытащил пробку Чипа тупо нет Сейчас вот этот чип я вставлю сюда Который я уже прописал Прибором Чип я уже вставил Посмотрим, заведет или нет Так, фонарик на башке выключим Все работает Отлично Ну, это здесь автозапуск Теперь вставляем Так Ну, звук, наверное, слышите, наверное, я думаю С замками у него проблемы Это уже потом надо вскрывать Это уже другая история Так, кстати, кому нужны ключи Пожалуйста, приходите, сделаем Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!